Привет, девчонки, тут начали женихом более предметно обсуждать банкет и столкнулись с недопониманием друг друга. Короче, он говорит, что на банкет со старшим поколением максимум нужно 3 часа. Типа, ну в 7 начали, в 9 закончили, в 9.30 они разъехались, а молодежь осталась до 12 часов ночи дотусовывать. Я столкнулась с проблемой объяснить, что 3 часа на все про все это мало, учитывая, что будет танец, торт и так далее. Или как? У Ирины, говорит, не нашла видео про этот момент. Можете мне объяснить, как вообще правильно по классике проходит банкет? Я вам сейчас расскажу, как по классике это проходит и как это проходит не по классике. Если мы говорим про российскую свадьбу, то все-таки банкет на российской свадьбе рассчитан не так, что там какая-то часть времени только для старшего поколения, и не какая-то часть времени только для молодежи. Наоборот, ведущие стараются, прикладывают максимум усилий, для того, чтобы это мероприятие было интересно всем, и старшим поколениям молодежи, чтобы все были до конца, и чтобы все ушли довольные, счастливые с мероприятия. Да, бывают такие случаи, когда молодожены делают два разных мероприятия. Могу сказать, что действительно есть такой тип людей, тип молодоженов в том числе, которые, вы знаете, по-разному себя ведут. Одно дело, когда они находятся в компании друзей, другое дело, когда они находятся в компании своих родственников, своих близких. И они ведут себя по-разному, они не могут расслабиться, и поэтому стараются как-то разделить эти понятия. Но вообще, вот лично для меня, я все-таки представляю, что свадьба – это действительно семейный праздник, больше для именно близких. Я знаю достаточно мало примеров, когда друзья идут по жизни и не отметаются, никуда не пропадают, и в старости эти друзья. Вот друзья друзьями, а семья, она остается, а друзья, они могут куда-то отходить в сторону, потому что у них уже свои интересы, у них уже своя семья и так далее. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Возвращаясь к вопросу, да, во-первых, не очень понимаю, как вообще вы в принципе объясните это близким о том, что... Так, ребят, ну вот смотрите, значит, в 9.30 у нас тут тусовка продолжается, мы пошли танцевать, а вы в это время... Вот, пожалуйста, за вами приехала там трансдачка, вот этот автобус... Все, спасибо, до свидания, до свидания, спасибо, что приехали, спасибо за подарки. Вот я не очень понимаю, честно говоря, как вы это объясните, особенно если это родители, особенно если это какие-то моложавые тети, да, там, крестные, ну, в общем-то, вполне себе молодые мужчины там и женщины, которые будут присутствовать в нашем мероприятии, близкие люди, да. Я, честно говоря, не понимаю, как ребята хотят, ну, там, жених хочет это объяснить. Я думаю, что это, скорее всего, обидит людей, обидит родственников, ну, как это так? То есть мы здесь вроде как нежеланные гости, то есть мы желанные гости были вот в этот промежуток времени, а вот в этот промежуток времени мы стали нежеланными, что ли, гостями, так, что ли, получается? Нет, я понимаю, ребята там проводят полноценную свадьбу, там, шестичасовую, да, ну, если мы говорим про классический банкет, не фуршетную свадьбу, а про классический банкет, это обычно большое, там, большое шестичасовое мероприятие, но не очень понимаю, как можно просто обрубить в середине вечера и прогнать, можно сказать, блин, не совсем мне это понятно, потому что, ну, гости просто это не поймут. Например, в той же Франции абсолютно спокойно относятся к тому, когда в пригласительных пишут, что мы вас приглашаем только вот на вот эту часть вечера, например, на фуршет, да, вы можете прийти к нам на фуршет, мы с вами там выберем бокальчик шампанского, вы нас поздравите, подарите нам цветочки и, в общем-то, все, на банкет мы вас не приглашаем. И европейцы вполне себе, там, французы вполне себе спокойно к этому относятся, мол, ну, подумаешь, ничего страшного, ну, не пригласили, ну, да ладно, в общем-то, мы тут бокальчик шампанского выпили, пофуршетничали, до свидания, разошлись, все хорошо. Другим там пригласительных пишут, мы вас приглашаем на фуршет и банкет, да, а мы там, мы вас приглашаем на фуршет, банкет и автопати, то есть вы, в принципе, можете попасть везде, ну, то есть это какой-то, должен быть вип-персоны, чтобы попасть везде. В нашем представлении, да, представлении российских свадеб, конечно, это не совсем понятно, будет старшему поколению, все-таки на мероприятии, да, когда мероприятие длительное, и если есть старшее поколение, там, бабушки, например, да, или пожилые родители, то они, они сами не остаются-то, в общем-то, до конца, они остаются на какие-то важные моменты для них, они, безусловно, они остаются до тортика, ну, до десерта практически всегда, если, бывает редко, что уезжают раньше, но если там плохо себя почувствовала бабушка, например, какой-то там, ну, не знаю, плохо себя чувствует, в общем-то, да, она может уехать раньше, но в целом и общем, все-таки близкие люди стараются быть до конца, потому что, ну, для них это действительно важный праздник. Вот вы понять одного не можете, что порой для родителей, для близких, для бабушек это мероприятие даже важное, нежели для самих детей. Вот это действительно так, и просто превратить свадьбу в тусовку, ну, у кого какие приоритеты, как говорится, у кого какое желание, да, если уж хочется сделать из этого тусовку, ну, сделайте просто отдельно тогда мероприятие для молодежи и тусите там сколько хотите, но прогнать людей и сделать, ну, поставить в неловкое положение близких людей, наверное, это не самая правильная тактика, потому что все-таки свадьба должна объединить две семьи, а не внести раскол в семью, не внести какие-то обиды, разочарования там и так далее. Поэтому, Катюш, я прям очень вам советую, очень вам рекомендую показать этот выпуск, во-первых, своей второй половинке, а во-вторых, попытаться представить, как вы объясните это, и пусть он, может быть, ваша вторая половинка расскажет, каким образом он хочет объяснить своим родственникам, своим близким, что их мероприятие закончится в 9 вечера, что ваше мероприятие тортик, там, остальные моменты будут, там, в 12, в 11, а вот их мероприятие конкретно закончится в 9 вечера. Попробуйте это объяснить своей второй половинке, что так не делается, это неправильно, и, ну, это не то немножко мероприятие все-таки, это мероприятие по созданию семьи, это мероприятие для семьи, прежде всего, это не тусовочка в клубе, это не, знаете, не просто вышли, потусили, там, кальянчик покурили, разошлись, ну, немножко цель другая мероприятие.